Убили человека за 60 тысяч, которые ему полагались за моральный ущерб и ущерб здоровью. В четверг в областном суде начался процесс по уголовному делу в отношении троих жителей Любима. Василий Сачков, Евгений Игольников и Сергей Сорокин обвиняются в убийстве по предварительному сговору группы лиц. Мой коллега Илья Барабанов об ужасных событиях годовой давности. Тетя убитого Александра Люлина в суде от комментариев отказалась, а за объективом телекамера сказала, «Хочу, чтобы эти трое понесли максимальное наказание». До убийства ее племянника сильно избили, правда не те, кто сегодня на скамье подсудимых. Тогда по решению Фемиды за моральный ущерб и ущерб здоровью Люлин должен был получить 60 тысяч. Для семьи, с которой причитались деньги, сумма оказалась неподъемной. Вот тут и появилось любимское трио Сачков и Гольников-Сорокин. По пьянке они решили уговорить Александра Люлина отказаться от иска. 50-летний мужчина и не возражал, правда в состоянии алкогольного опьянения написать отказ не смог физически. Они просто-напросто начали его избивать, издеваться, каким образом заставляли его и ползать, извините, на четвереньках, и копать ров, и ложиться в этот ров, и наносили удары, каждый из них по лицу, так что кровь пошла носом. Но этого любимскому трио оказалось мало. Сачков, Игольников и Сорокин вывезли в багажнике автомобиля избитого мужчину в лес и там добили. Первоначально обвиняемым по делу проходил знакомый убийц. Узнав о случившемся, он взял всю вину на себя. Однако обмануть следователей не удалось. Истинные преступники установлены и теперь на скамье подсудимых. То есть они не отрицают, что наносили эти удары именно в области, но все, как один говорят, убивать не хотели. Когда массировано наносятся удары палками, когда фактически от черепа ничего не остается, когда переломана шея, что хотят люди, нанося такие телесные повреждения, чего они хотят добиться? Санкция статьи за совершенное убийство предусматривает до 20 лет лишения свободы и даже пожизненное. Правда, смягчить наказание любимскому трио может тот факт, что у подсудимых есть несовершеннолетние дети. Илья Барабанов, Михаил Орлов.